Возвращаемся к теме дня. Визит российских дипломатов в Приднестровье. Одна из главных тем ситуация в переговорах между Приднестровьем и Молдовой. Формат 5 плюс 2 не работает с осени 2019-го. Кишинев не выполняет подписанные соглашения. Вместо решения проблем создает новые. Вместо конструктива одно давление. Те переговоры, которые ведут политические представители, либо идет работа в рабочих группах. Кроме как имитации результатов я ничего не вижу. Вопросы не решаются. Конечно ситуация непростая. Как известно формат 5 плюс 2 сейчас не работает по объективным и субъективным причинам. Нет особых результатов. Насколько видится это из Москвы пока и в работе экспертных отраслевых рабочих групп. Поэтому вся эта тематика подробно обсуждается. Детально о ситуации в переговорах говорили сегодня и в МИДе. Изменение уголовного кодекса Молдовы в части введения новой статьи наказания за инакомыслие, за так называемые сепаративные прощения, мы расцениваем как политический элемент давления на перегистре, что очень сильно может повредить переговорному процессу. Очевидно совершенно, что здесь мы возвращаемся к нашему главному постулату. Это контроль за выполнением достигнутой доверенности. Здесь полная беда. Над этим надо работать. Видно, что кое-где нет желания этим заниматься. Вот эта стагнация, которую некоторые называют позитивной стагнацией, она действительно настораживает, потому что все наши механизмы на данный момент так или иначе, но буксуют и работают как минимум в холостовом. Кстати, еще в феврале глава миссии ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Асмани предлагал провести встречу в формате 5 плюс 2 в Скопье. Эта идея господина Асмани, она нашла отвлеки у нас, поэтому мы готовы продолжить в любом формате ради мира на преднестровской земле. Мир – это основа. Преднестровье и Россия за возвращение конструктива и за решение всех вопросов за столом переговоров.